В Критбе груз технопарк, итого 2,3 миллиарда рублей, замечательно все. Объем загрузки какой-то, кто-нибудь знает, в помещении, на новой технологии. 5% по-моему, там нет вообще. Ну, чтобы у нас уже, так сказать, более великодушно, мы сделаем 30% загрузок. Больше нет. При этом, при всем, нанотехнологии, которые сегодня приходят в регион, 400 миллионов и много зданий. У нас что, у нас сейчас есть специальные материалы, разработанные на подпрытие межрозабетонных конструкций, которые никогда уже больше красили и так далее. Нет. Например, у нас что, другие есть идеи в отношении нанотехнологии? Вот, построим здание. Так, в данный момент кто-то выходит из этого объекта, из вас. И я буду молиться за то, что вы победите в этой конкурентной борьбе. Да, вы построите этот объект. Дальше, точка. Вопрос именно заключается в том, чтобы, мне кажется, сегодня у малого бизнеса главный тренд-бом. Это впередсмотрящий объект. Чтобы у каждого из вас предприятия, которое занимается комплексной застройкой, либо какой-то отдельный вид работы, был свой материал. И что в этот материал на сегодняшний день вы производили здесь. И чтобы на создание этого материала у вас появились ресурсы. Мы сейчас находимся в замечательном объеме создания. Сейчас прорекламирую его. Значит, к моему большому удовольствию сюда пришла госпожа Оксана, фамилию его называю. Которая мне просто в двух словах рассказала, что сегодня здесь делает Сбербанк. Без залогов, без дополнительных правоволучий. Это единственный банк, который дает деньги не только в рост, но и на развитие. И именно на инвестиции. И в контексте этого главный аргумент заключается в том, что по итогам этого мероприятия я бы пригласил сюда банк и сказать, «Ребята, расскажите нам про ваши продукты реальные. А тут вот президент палаты у вас спалился. Расскажите нам. И запишите нас на встречу каждому». С тем, чтобы завтра вы пришли и уже начали вести диалог. И этот банк будет крайне днем. Господин Кирилл будет благодарен банку, потому что банк поблагодарил его, что у вас здесь. Контекст общения с палатой для вас открытия. Если кому-то необходимо, сейчас термин открывается по Японии, по Южной Акадии, где мы можем дёрнуть технологии. Если нас своих мозгов не хватает, давайте что-то сфотографируем. Но дальше наш мозг русский заключается в том, что мы применим свои вещи. И именно добавим свои вещи. И в контексте этого главный момент в том, что вот мешкатару, который алюминий возит, гренозёр, которым возит, добавьте туда алюминиевую, я извиняюсь, нить, в четыре раза оборачиваемость этого мешка будет больше. Они одноразовые. И так во всём. Почему сегодня, когда делаются пластыры, алюминиевые долины в регионе, кто участвует в этом проект? По строительному взгляду. Вот как не вопрос, так мой. Я в этом смысле хочу объяснить, что сегодня ваша задача стричь поляну с точки зрения возможностей. И для того, чтобы вам нужно стричь поляну, вам на сайт нужно заходить каждый день и тратить часа до 3. 150 сайтов вам нужно посетить. Что кризис делает, что правительство делает, что бизнес-инкубатор делает, что вы в Российском делаете, что в мазорном законодательстве есть, что вы там в требовании кризисе, вы замучите, то есть, проще всего, у вас просто интегратор будет, который вам скажут о последних вещах, что мне нужно сделать. Есть, оказывается, в России деньги. И самые главные деньги сейчас из-за границы. Никто не влюбит из-за границы плавать деньги сейчас к этому. Если есть другие примеры удивительные, скажите, да, я привёл из Китая деньги. Но я вот профессионально занимаюсь этой темой привлечения денег, вам хочу сказать, мне конкретно сказать, товарищи, не на китайском, на русском, ты пойми одну вещь. Мы что обещали великому Путину, мы всё сделаем. И мы будем дальше это делать. Но вопрос в том, что сегодня бизнес, который стоит на том, чтобы рискнуть и отдать свои игровые, чтобы потом их вернуть, мы должны чётко понимать, что стабильность рубля будет. Поэтому сегодня структурные фонды, частные фонды, местные, привязки со СБЕР, могут решить эти задачи. Но для этого мы с вами ещё должны что делать? Научиться с местным разговором. На 200% могу сказать, что половина зала либо не общалась, либо не добилась своего результата. Потому что когда разговариваешь с инвестором, начинаешь, говорит, вот нам нужны деньги. Замечательно. Ты готовы что потерять? С одной фразой человек не готов. А когда ты говоришь с инвестором о том, что, ребята, я готов ваше деньги за меня, я для этого здесь стою. И у меня есть желание, значит, чтобы вы меня использовали в хорошем смысле этого слов, и я на ваших играх сам прибегу. Возвращаюсь к этому. Контекст сегодняшней техники, которая сегодня существует, тоже определенным образом даёт свою культуру общения. И мы с вами тоже должны это понять. Допустим, я сейчас привлекаю к господину Султанову. Он приезжает со своими товарищами, которые за спиной сидят слушать. Незрачно одеты, дяечки сидят, внимательно за каждым наблюдает. Он задаёт определенные вопросы. Человек перед сессией инвестиционной идёт. Каждый говорит, я хочу такое-то проявление. Рассказываю. Практика хорошая то, что город сейчас делал. Все провели переговоры. Люди научились нам что-то говорить. Реальные результаты единственные. И в контексте сегодняшнего разговора в том, что палата может быть у вас неким навигатором. От того, что вы туда не придёте, я вам уверяю, вы ничего не проезжаете. Жизнь замечательная, уже удалось. Но, если вы обратитесь, какой-то элемент информации дополнительно получите. Либо стыков не получите. Поэтому, то, что сегодня собрались, вот я, допустим, и уже открытой говорю, что… Мне это очень нравится, что вы умеете организовать тех людей, которые внимательно слушают. И не один из вас тут даже глаза не закрываются скучно. Потому что люди пришли мотивированные. И я не хочу вам рассказывать какие-то банальные вещи. Я просто хочу сказать, что у нас есть информация, в общем, случайно. Если вам эта информация пригодится, мы уходим туда. Спасибо. Спасибо.